Уважаемые студенты, сегодняшняя наша тема – это составление договора по эксплуатации железнодорожного подъездного пути и договора подачи и уборки вагонов. К железнодорожным подъездным путям относятся какие пути? Это предназначенные для обслуживания отдельных предприятий, организаций, учреждений, связанных с общей сетью железных дорог Узбекистан-Тимирю-Ларе, непрерывные рельсовые колеи и принадлежащие. Первое – предприятия, организации, учреждения. Второе – принадлежащие железным дорогам. Это место общего пользования и необщего пользования. Железнодорожные подъездные пути связывают общую сеть железных дорог непосредственно с местным производством потребления грузов. Большинство грузов принимается железными дорогами к перевозке от грузоотправителей и выдаются грузополучателям. В подъездных путях, где эти грузы грузятся в вагоны и выгружаются из вагонов. Из общего объема перевозок на магистральных железных дорогах более 90% отправления и свыше 80% прибития грузов осуществляется на подъездных путях. Согласно статье 75 по 91 Устава железных дорог Республики Узбекистан определены правообязанности и организации работы по содержанию железнодорожных подъездных путей, примекающих к железнодорожным станциям Аузбекистан-Тимир-Юл-Ларе. Железнодорожные подъездные пути необщего пользования – это железнодорожные подъездные пути, примекающие непосредственно или через других железнодорожных подъездных путей к железнодорожным путям общего пользования, и предназначенные для обслуживания определенных грузовых работ для пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ по собственным нуждам. Железнодорожные подъездные пути необщего пользования и их сооружения устройства должны обеспечить ритмическую погрузку и выгрузку грузов, маневровую работу в соответствии с объемом перевозок, а также рационально использование железнодорожного подъездного состава, его сохранность и обеспечение безопасности движения поездов, организации маневровых работ. Когда подъездные пути, принадлежащие предприятиям, границы подъездного пути отмечаются знаками границы подъездного пути. Стрелка примыкания подъездного пути и час пути от стрелка примыкания до границы подъездного пути в этом случае принадлежат железной дороге. Содержание стрелки примыкания и стрелки пути от него до границы подъездного пути возлагается на железную дорогу. Строительство железнодорожных подъездных путей допускается, как правило, в случае, когда осуществление перевозок другими видами транспорта экономически целесообразно. Примыкание железнодорожных подъездных путей общей сети железных дорог Узбекистан-Тимир-Юл-Лари разрешается АО Узбекистан-Тимир-Юл-Лари или его попоручение региональным железнодорожным узлом. Строительство и реконструкция железнодорожных подъездных путей, а также устройства, предназначенные для погрузки, выгрузки и очистки вагонов, производятся по проекту, согласованному с АО Узбекистан-Тимир-Юл-Лари или попоручение начальника РЖО. Вновь построены железнодорожные подъездные пути, предприятия, организации, учреждения, не связанные с технологическими перевозками, передаются установленным порядком введения железной дороги. Конструкции и состояния путевых устройств и технических сооружений железнодорожных подъездных путей должны обеспечивать пропуск больших грузных вагонов, а при обслуживании железнодорожных подъездных путей локомотивами железной дороги пропуск локомотивов, выделенных для этого железной дороги. Открытие для постоянной эксплуатации вновь построено железнодорожные подъездные пути и подача на этот путь подъездного состава допускается после осуществления работ по строительству путей, согласно проекту принятия данного железнодорожного подъездного пути в эксплуатации, установления железной дороги, порядка обслуживания подъездного пути. Подача вагонов на железнодорожные подъездные пути в период их строительства допускается на условиях временного соглашения между ИРЖУ и строительными организациями, отвечающие за сохранность груза подъездного состава, справа временного возврата его и за безопасное движение поездов. На каждый железнодорожный подъездный путь должен быть технический паспорт, план подъездного пути, продовольный профиль чертежа, искусственных сооружений и т.д. Предприятия, где обслуживание которых построен подъездный путь, должны иметь технический паспорт и план подъездного пути, профиль пути, продовольный разрез в чертежах искусственных сооружений, А второй экземпляр документации передается предприятиям железной дороги при принятии подъездного пути в эксплуатации. На основании этой документации вносятся изменения в террористанции, террористанции – это технический распределительный акт станции, примекания. Составляется приложение к нему в ведомость подъездного пути. В тех случаях, когда вновь построенный подъездной путь передается железной дороге, порядок обслуживания и организации маневровой работы на подъездных путях указывается в террористанции. После завершения составления документации, определяющая порядок технической эксплуатации подъездного пути, приступает к заключению договора на эксплуатацию подъездного пути и соответственно договор на подачу и уборку вагонов. Железнодорожные подъездные пути, локомотивы и вагонные предприятия и организации учреждений должны содержаться ими в полной исправности в соответствии с правилами, утвержденными соответствующими министерствами, ведомствами, принадлежащими предприятиями и организациям и учреждениями, локомотивами и вагонами, выходящими на путь общей сети железных дорог Аузбекистан-Тимрию-Лари, должны во всем соответствовать требованиям правил технической эксплуатации железных дорог Аузбекистан-Тимрию-Лари, порядок выхода на станции примекания локомотива, принадлежащие предприятиям и организациям и учреждения, устанавливаются начальникам железнодорожного регионального узла. Принадлежащие предприятия подъездные пути со всеми сооружениями и устройствами должны содержаться ими полной справности. Такое же требование предъявляется к принадлежащим предприятиям, локомотивам и вагонам. Начальник станции или его по поручению другие работники станции, ревизорам предоставляется право проверить состояние безопасности движения и железнодорожного хозяйства в железнодорожном подъездном пути предприятия и организации. При обнаружении на железнодорожном подъездном пути неисправности угрожающей безопасности движения поездов распоряжением начальника станции или его ревизора по безопасности движения поездов вагонов на подъездной путь должны быть прекращены до устранения неисправности. Взаимоотношение железнодорога с предприятием, имеющим железнодорожный подъездный путь, регулируется договором на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей. Подача и уборка вагонов, а также маневровая работа на железнодорожных подъездных путях производится с ихними локомотивами. При отсутствии своего локомотива в предприятии и организации, маневровая работа производится локомотивом, принадлежащим железной дороге на основании договора за отдельную плату. Порядок подачи и уборки вагонов, а также сроки оборота вагонов и контейнеров на железнодорожных подъездных путях предприятия, устанавливается договором на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути. Работа железнодорожных подъездных путей предприятия и организации, имеющих свои локомотивы, должны производиться на основании единого технологического процесса работы подъездного пути и станции примекания. Предприятия и организации в целом по станции могут устанавливать в договоре эксплуатации железного подъездного пути единую норму простоя вагонов для станции и для подъездного пути. При неуполнении единой нормы простой вагонов предприятия учреждения несут ответственность за простой вагонов сверх нормы, установленные технологическим процессом для данного подъездного пути, но не более чем за время завершения единой нормы. Инструкция о порядке обслуживания организации движения на железнодорожном подъездном пути подписывается перевозчиком или владельцем инфраструктуры. Вот здесь надо учитывать, что она зависит от количества подаваемых вагонов. Если, вот договор как подписывается, если подъездной путь подается больше 50 вагонов в сутки, это до 50 вагонов, это дает право подписывать начальникам ИРЖУ, ИРЖУ имеет право составлять договор, а после 50 вагонов это представители АУСБЕКСОНТИМРИОЛЛАРИ. Каждый железнодорожный подъездный путь должен иметь технический паспорт. В техническом паспорте указываются технические характеристики, рельсов, шпал, баланс, земельное полотно, там далее, 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 далее. Теперь время нахождения вагонов в железнодорожном подъездном пути учитывается по, значит, намерному способу, по безнамерному способу. Вот, который еще недавно я говорил, это до 50 вагонов, это по намерному способу. Есть определение простой вагонов, это двух способов. Это, значит, по намерному, это до 50 вагонов, после 50 вагонов, по безнамерному способу. При среднесущном вагонообороте более 50 вагонов. Начальникам станции, начальникам железной дороги по соглашению, то есть начальникам ИРЖУ по соглашению с предприятием организаторов учреждения могут устанавливаться исключения из указанного порядка. То есть им дано право, они сами должны рассмотреть время нахождения на железнодорожных подъездных путях из-за термических вагонов, железнодорожных цистерн, бункерных полувагонов, цементовозов, то есть прочие вагоны. Прочие вагоны, специальных вагонов учитываются отдельно. Вот при этом надо отдельно заключать договор. Или в договоре должны, значит, внести дополнение. Теперь содержание и текущий ремонт подъездных путей принадлежащих железной дороге производится средствами за счет железной дороги. Очистка от мусора и снега, а также освещение этих путей и в пределах территории предприятия, организации, учреждения у фронтов погрузки и выгрузки производится средствами за счет предприятия и организации. Подача вагонов предприятиям, имеющие предрессовые складские и погрузки и разрушенные площадки на подъездных путях, переданных на баланс железной дороги, и уборка этих вагонов производится локомотивом железной дороги. В подобных случаях железная дорога заключает договор на подачу и уборку вагонов. Порядок содержания таких подъездных путей отличается от порядка содержания подъездных путей при принадлежащих предприятиях. При подаче уборка вагонов маневрованным тепловозом железной дороги на принадлежащие ей подъездные путей взимается плата в таком же порядке, как при обслуживании локомотивом железной дороги подъездных путей. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что железная дорога должна содержаться только в самих подъездных путях, путевом хозяйстве и техническом сооружении, складское и весовое хозяйство, погрузка на загрузочные механизмы, передается на баланс железной дороги при подаче их подъездных путей. Договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути и договор на подачу уборка вагонов разрабатывается с учетом технологий работы подъездного пути и технологий работы станции промыкания, основанных на прогрессивных технических нормах. При определении количества подач и интервалов между ними должны учитываться фронт погрузки и выгрузки, наиболее количество вагонов подачи. Фронт погрузки и выгрузки определяется количеством вагонов, устанавливаемых по полезной длине складского пути. Сами знаете, если там имеются склады, есть полезная длина склада. То есть, например, на два вагона, на три вагона, на четыре вагона, может на один вагон, который может быть использован для одновременной погрузки или выгрузки однородных грузов. Вот бывали случаи, что вагоны подаются, они сами своим автокарами толкают вагон, освобождают и не ждут тепловоза. Это грубейшее нарушение. Еще при закреплении вагонов на подъездных путях то же самое, как закрепление вагонов обязательно должно быть с тормозными башмаками. В некоторых местах на общее пользование они какие-то дошечки закрепляют. Это тоже грубые нарушения. Погрузка и выгрузка предприятия с постоянным грузооборотом должны быть механизированы. Есть механизированный способ погрузки-выгрузки, есть ручной способ погрузки-выгрузки. Сейчас однородные грузы, как выгружающие подъездные пути, все 100% сейчас они перешли на механизированный способ. Даже муку выгружают они неручным способом. То есть на элеватор, элеватор прямо ставится в вагон, дверь открывается и просто грузчика ставит его на элеватор. Уже все сам уже забирает, сам складывает, там далее, далее, далее. Фронт погрузки и выгрузки маршрутов при отправлении или прибытии одного или более маршрутов в сутки должны быть приспособлены для погрузки в 8 маршрута более чем 2-3 подачи. Кроме того, я вам здесь написал 5 вопросников. Это первое, какая сумма перевода стрелок взимается, если вагон подается тепловозом железной дороги. Вот здесь надо будет раз посмотреть. Значит, мы это местные тарифы подачи, уборка, мы специально взимаемся с грузопро-грузоплощателем на подвижной подачи, когда подается, значит, тепловозом железной дороги. Составители этой стрелки переводят. Если в пути есть 5 стрелочных переводов, ручной перевод, который за каждый мы взимаем плату. Вот какая сумма, это надо будет узнать. Второй начальник, сколько раз имеет место, обязан провести подвижный путь. Я сейчас вам рассказывал. Начальник станции отвечает за безопасность движения поездов по этому территории. И на территории станции, и на подвижных путях. Он имеет право закрывать, если угрожающие безопасные движения поездов. Вот есть установлены нормативы. Сколько раз он имеет право в месяц проверять этот подвижный путь. Тоже надо будет посмотреть. Третий, на основании какого документа взимается простой вагон. Мы с вами разговаривали. Значит, я вам рассказывал. Значит, двумя способами. Значит, каким способом подается этот вагон, как простой вагон взимается. Тоже надо будет посмотреть, почитать. И где должен находиться составитель поезда при подаче вагона на подвижный путь. Где он должен? В некоторых местах они находятся на тепловозе. А вагон где-то, парестрелка, там еще, на другой путь. Он обязательно должен находиться где. И кем подпись до гора обслуживания. Значит, здесь тоже я рассказывал. До 50 и после 50 тоже будет вам подготовиться. Спасибо за внимание.